В выходные на футбольном поле стадиона «Шахтер» в Красном Луче состоялся первый матч в рамках третьего чемпионата ЛНР по футболу среди любительских команд. 13 мая краснолучане принимали сборную города Ровеньки «Авангард». Красочное открытие с поднятием флага республики, хорошая погода, много болельщиков – все это предшествовало началу матча. Свет солнца восхотящая и сотни нелегких дорог, Луганская народная республика свободная. С нами сила земли, с нами вода людей, с нами Бог. В краснолучской команде и в команде из Ровеньков наступило время обновления. Из местных футболистов сформирована сборная команда «Авангард». Команда «Шахтер», хоть и в последние годы таковой и была, в нынешнем сезоне прошла перезагрузку. Сменилось руководство и теперь команду тренирует молодой тренер Александр Москаленко. Кроме того, команда частично обновила состав. В непростых условиях приходится организовывать участие сборной города в играх чемпионата. В этом году участие «Шахтера» в чемпионате ЛНР обеспечено благодаря заинтересованности городского руководства в достойном имидже краснолучского футбола и спонсорской помощи настоящих ценителей захватывающего спорта. Энтузиазм игроков, тренеров, болельщиков, людей, которые занимаются командой и организацией матча многообещающий. И надо признать, что обе команды, несмотря на нули на табло, болельщиков не огорчили своей игрой. Остросюжетным получился поединок со взаимными возможностями забить и победить в нем. «Шахтер! Шахтер! 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 Шахтер!» «Давай, давай, давай!» Однако все в итоге закончилось на примирительной ноте. По мнению профессионалов и болельщиков, в этом матче на поле было много неточных пасов, неправильных решений в организации атак. Но в чем горнякам не откажешь, так это в желании и смелой борьбе. Матч прошел при незначительном игровом перевесе хозяев, которые время от времени равеньковцы прерывали опасными вылазками к воротам. Защита шахтера в основном действовала слаженно, как линия, состоящая из опытных исполнителей. После перерыва горняки усилили давление на ворота гостей. В одном из эпизодов мяч попал в сетку ворот авангарда, но, к сожалению, судья зафиксировал офсайт. Итоговый результат матча 0-0. И хотя сегодня рано говорить о турнирных перспективах, но точно дебют состоялся. Во втором туре нашим футболистам предстоит держать экзамен в городе Луганск, где их соперником будет прошлогодний чемпион СК «Долевец». Игра состоится 20 мая.